И нельзя сказать, чтобы не было делаемо усилий к ограждению масс от давления жизненных мелочей. Конечно, не мелочей нравственного порядка, для признания которых еще и теперь не наступило время, а для мелочей материальных, для всех одинаково осязаемых и наглядных. И за то спасибо. Вспомните дореформенное административное устройство. Я не говорю о судах, которые были безобразны. И вы найдете, что в нем была своего рода стройность. Не скажу, чтобы в результате этого строя лежала правда, но что вся совокупность этого сложного и искусственно соображенного механизма была направлена к ограждению от неправды, это несомненно. Жандарм утирал слезы. Прокурор с целой армией стряпчих собирал слезы в урну. Затем и платки, и урны отсылались по начальству. Начиналась переписка, запросы, требовались объяснения. Нередко оказывались и видимые последствия этих объяснений в форме увольнений, отдачи под суд и так далее. Самая администрация имела организацию коллегиальную. Каждый член которой тоже утирал слезы, собирал их в урну. Не больше как лет тридцать тому назад даже было строго воспрещено производить дела единолично и не в коллегии. Словом сказать, сказывалось бесспорное усилие оградить провинцию от скверны личного произвола. Сколько тогда одних ревизоров было страшно вспомнить. И для каждого нужно было делать обеды, устраивать пикники, катания, танцевальные вечера. А уедет ревизор, смотришь, через месяц записка в три пальца толщиной. И в ней все неправды изложены. А правды ни одной, словно ее и не бывало. Почесывают себе затылок губернские властелины, начинают изворачиваться. Это в благодарность за мои обеды, молвит один. А я еще ему на дорогу целый коробок с провизией послал. Отозвется другой. Но делать нечего. Отписываться все-таки приходилось и отписывались. Каждые два года приезжал к набору флигель-адъютант. И тоже утирал слезы, и подавал отчет. И отчеты не об одном наборе, но и обо всем виденном и слышанном. Об управлении вообще. Существует ли в губернии правда или нет ее? И что нужно делать, чтобы она существовала не на бумаге только, но и на деле? И опять запросы, опять отписки. Я не говорю уже о сенаторских ревизиях, которые назначались лишь в крайних случаях и производили сущий погром. Ни одна метла не мела так чисто, как мел ревизующий сенатор. Камня на камне не оставалось. Чины, начиная от губернатора до писца низших инстанций, увольнялись и отдавались под суд массами. Хотя обеды, вечера и пикники шли своим чередом. Сенатор приезжал с целой свитой, и каждый член этой свиты старался что-нибудь заприметить, кого-нибудь подсидеть. Иногда даже без особенной надобности. А только чтобы выполнить задачу утирания слез. И может быть, чтобы положить основания своей будущей карьере. И вдобавок в те времена не было речи ни о благонамеренности, ни об образе мыслей, ни о подрывании основ и так далее. Ничего подобного и не подозревали. Просто прислушивались, не плачет ли кто. И ежели до слуха доходило нечто похожее на плач, то поспешали на помощь. Рекрутство сопровождается несправедливостями и подкупом. Повильности выполняются неправильно и беспорядочно. Следственные дела представляют картину сплошного везяточничества. Вот и все, о чем тогда говорилось и писалось. Но разве этого мало? Помилуйте. Да если бы ко всему этому прибавить еще неблагонадежность, то вышло бы настоящее вавилонское столпотворение. Однако ж, все-таки оказывалось, что мало даже в смысле простого утирания слез, до такой степени мало, что нынче от этой хитросплетенной организации не осталось и воспоминаний. Ревизоры приезжали и уезжали. На местных приезжали другие ревизоры и тоже уезжали. Губернские чиновники и кадры убывали и вновь пополнялись. А слезы все капали, да капали. Ныне и платки, и урны сданы в архивы. Где они хранятся на полках в ожидании, что когда-нибудь найдется любитель, который заглянет в них и напишет два-три анекдота о том, как утирание слез постепенно превращалось в наплевание в глаза. Словно белка в колесе вертелся этот взаимный административный контроль, ничего не защищая и не обеспечивая, кроме форм и обрядов. В результате оказывалось нечто вроде игры в кассететте, то есть головоломку, где каждая фигурка плотно вкладывается в другую, покуда не образуется нечто целое, долженствующее выполнить из кучи кусочков нарисованную в книжке фигуру, не имеющую никакого значения вне процесса игры. Кончилась игра, надоело. Спрятали кусочки в коробку и будет. Я слишком достаточно говорил выше о своевременной административной организации, чтобы возвращаться к этому предмету, но думаю, что она основана на тех же началах, как и в былые времена, за исключением коллегий, платков и урн. К последним административным приемам ныне относятся уже иронически, предпочитая строгость и скорость, и оправдывая это предпочтение нарождением неблагонадежных элементов. Но, так как закон упоминает о татях, разбойниках, рассветителях, мздоимцах и прочее, а неблагонадежные элементы игнорируют, то можно себе представить, каким разнообразным нежданным толкованием подвергается это новоявленное выражение. Впрочем, я отнюдь не хочу утверждать, чтобы нынешняя администрация была плоха, нерасторопна, не способна к утиранию слез. Я говорю только, что она, подобно своей предшественнице, решена творческой силой. Не утверждаю также, что так называемые неблагонадежные элементы существуют только в взбудораженных воображениях охранителей. Всякий порядок вещей хранит в своих недрах и споспешенствующие элементы, и неспоспешенствующие. Первые прозываются благонадежными. Вторым присваиваю наименование неблагонадежных. Все это не только не противоречит истине, но и вполне естественно. Поэтому примириться с этим явлением необходимо. И вся претензия современного человека должна заключаться единственно в том, чтобы оценка подлежащих элементов производилась спокойно и не чересчур расторопно. Недостаточно сказать, вот, имя река, неблагонадежный элемент. Надо еще доказать, действительно ли он неблагонадежен и по отношению к чему. Может быть, сам по себе взятый, он совсем не так неблагонадежен, как кажется в попыхах. В это реформенное время, по крайней мере, не в редкость бывало встретить такого рода аттестацию. Человек, образа мысли благородного, но в исполнении служебных обязанностей весьма усерден. Вот видите ли, как тогда правильно и спокойно оценивали человеческую деятельность. И благороден, и казенного интереса не чушь. Какая же в этом беда, что человек благороден? Очевидно, что надежда на внешнюю помощь, в смысле удаления терзающих мелочей, навсегда останется тщетною. Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия. Исчезновение призраков – вот существеннейшая задача, к осуществлению которой естественно и неизбежно должно прийти человечество, чтобы обеспечить себе спокойное развитие в будущем. Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни основания должны быть даны новые, и что только при этом условие человечество освободится от удручающих его зов. Они наглядно рисовали картины новой жизни, вводили в самые недры ее, показывали ее в полном действии. Влияние утопистов на общество чувствуется теперь, хотя и до сих пор задача о новых основаниях заставляет метаться человека в унынии и безнадежности. Жажда жизни пожирает сердца, но в конце концов дает очень мало удовлетворения, требует слишком много жертв. Ошибка утопистов заключается в том, что они, так сказать, учитывали будущее, оснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Между тем, человечество исконне связано с природой неразрывной связью и сверх того обладает прикладной наукой, которая с каждым днем приносит новые открытия. Фурье провидел ненужных анти-Львов и анти-Акул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, который несравненно радикально влияет на ход человеческого развития, нежели анти-Львы. Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещения фоланстеров. И для разрешения его он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще. При помощи ватер-клозетов, дренажа, сточных труб и, наконец, целого подземного города, образец которого мы видим в катакомбах Парижа. В заключении он думал, что комбинированная им форма общежития может существовать во всякой среде, не только не рискуя быть подавленной, но и подготавляя своим примером к воспринятию новой жизни самых закоренелых профанов. И тоже ошибся в расчетах. Затем большинство его последователей было таково, что придерживалось именно буквы учения и в особенности настаивал на его подробностях. В результате оказалось явное противоречие с беспрерывно нарастающими жизненными требованиями, а за противоречием последовало недоверие, смех, но другательство. Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и прочее были заслонены проведениями, регламентацией и в конце концов забыты или, по крайней мере, рассыпались по мелочам. Тем не менее, идея новых оснований для новой жизни, идея освобождения жизни исключительно при помощи этих новых оснований от мелочей, делающих ее постылую, остается пока во всей своей силе и продолжает волновать мыслящие умы. Но к ней прибавилась еще бесспорная истина, что жизнь не может и не должна оставаться неподвижной. Как бы несовершенно казались в данную минуту придуманные для нее формы, что она идет вперед и развивается, верная общему принципу, в силу которого всякий новый успех, как в области прикладных наук, так и в области социологии, должен принести за собой новые блага, а отнюдь не новый недруг, как это слишком часто оказывалось до ныне. Что истории изобретений, открытий и вообще борьбы человека с природой и до ныне представляет собой сплошной мартиролог, с этим согласится каждый современный человек, если в нем есть хоть капля правдивости. В железной дороге уничтожают на протяжении свою целую серию промыслов, дававших цветение и жизнь. Селы деревни пустеют, население бежит, дома, дававшие приют массе путников, уныло стоят за колоченными ставнями, лошади и другой скот сбываются за бесценок, и наконец появляется особая категория и дотолия неизвестных преступных деяний. Новая ткацкая машина, новый плуг, сенокосилка, жния, все это угобжает меньшинство и обездоливает целой массы рабочих сил. Конечно, пройдут десятки лет и массы приобыкнут, найдут новые источники существования, так что в общем изменение произойдет даже к лучшему. Но ведь эти десятки лет надо прожить. И таким образом идет изо дня в день с той самой минуты, когда человек освободился от игофатализма и открыто заявил о своем праве проникать в заветнейшие тайники природы. Всякий день, непредвидимый не друг, мук застилает сотни и тысячи людей и всякий день невыполучный человек продолжает твердить одну и ту же пословицу «Перемелится мука будет». Он твердит ее даже на крайнем западе среди ужасов динамитного общения, все глубже и шире раздвигающего свои пределы. Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народилась новой подземной ключи, которая кипят и клокочу с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением. Трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми. В особенности на Западе, во Франции, в Англии, попытки отдалить момент общественного разложения ведутся очень деятельно. предпринимаются обеспечивающие меры, устраиваются компромиссы, соглашения, раздаются призывы к самопожертвованию, к уступкам, к удовлетворению наиболее вопиющих нужд, наконец имеются наготове войска. Словом сказать, в усилиях огородиться или устроить хотя бы временно перемирие с диким человеком недостатка нет. Весь вопрос, будут ли эти усилия иметь успех? На мой взгляд, желанный успех не только сомнителен, но и прямо невозможен. Выражу здесь мою мысль вполне откровенно. Чем больше делается попыток в смысле компромиссов, чем больше возлагается надежд на примирение, тем выше становится уровень требований противной стороны. Это аксиома. Быть может, очень утешительно, но все-таки аксиома. По неволе приходится отказаться от попыток и оставить дело в том виде, в каком застала его минута, но с другой стороны и оставить мудрёным. Нутро заинтересовано, поймите, нутро. Сердце бьётся, весь организм болит. Как тут не заговорить? А при этом приличие требует оставаться, хоть наружно спокойным, казаться доброжелателем, действительно жаждущим примирения, без задней мысли. Завтра, дескать, посмотрим. Тщетно. Завтрашний день, настанет перед тех же условием, как и сегодняшний. Завтра выступят те же требования и та же бесконечная канитель переговоров. Эта перспектива раздражает ещё сильнее. Спрашивается, однако, что делать, чтобы устранить грядущую смуту? Повторяю. Я выражаю здесь своё убеждение, не желая ни прать против вражна, ни тем менее дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убеждения заключается в том, что человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится и не получат полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутительные результаты. Господствующее мнение, руководимое политиканами, не только у нас, но и в целой Европе, не признаёт, однако же, этой истины. Политиканы охотнее допускают расширение свободы в обсуждении задач политических, нежели социальных. Последние считаются не только преждевременными и ни к чему не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка их будто бы равносильно посягательству на существующий порядок вещей, возбуждению дурных срастей и неизбыточных надежд. Ежели и политические новшества обрекут за собой зло, нелегко поправимое, то, по крайней мере, они скользят по поверхности, не затрогивая коренных основ, на которых исконне сыждутся общество и государство. Напротив того, новшества социальные проникают в самую глубь масс, порождают в них озлобление, будут инстинкты зависти и алчности и, наконец, вызывают на открытую борьбу. Одним словом, вред, принесённый старинными утопистами, и их позднейшими последователями сделался в глазах политиканов настолько ясен, что поощрять утопию и даже оставаться к ней равнодушным не представляется никакой возможности. Нельзя не признать, что в этом суждении есть известная доля правды. И именно в том, что касается политических новшеств. Последние действительно только скользят по поверхности, перемещая центр власти из одних рук в другие, от Боттенберга к Меренбергу и так далее, и отчасти расширяя, впрочем, очень умеренно, кадр правящих классов. В массы народные они проникают в виде отдалённого гула, не изменяя ни одной черты, ни в их быте, ни в их благосостоянии, поэтому масса относится к подобным новшествам не только равнодушно, но и с удивлением, не понимая, почему у Кармила понадобился в данную минуту Гизо, а Тьер оказался ненужным. Напротив, то же господствующее мнение оказывается совершенно неправым относительно новшеств социологических. И неправо оно, во-первых, потому что в основании социологических изысканий лежит предусмотрительность, которая всегда была главным и существенным основанием развития человеческих обществ, и во-вторых, потому что, ежели справедливо, что утопию производили в массах известный переполох, то причину этого нужно искать не в открытом обсуждении идеалов будущего, а скорее в стеснениях и преследованиях, которым постоянно сопровождалось это обсуждение. Встречаются и поныне люди, на которых простое напоминание о праве человека масс на участие в благах жизни производит действие пытки. Но это уже дело личного темперамента или старинного, вкоренившегося предрассудка и ничего больше. Если бы эти люди умели рассуждать, если бы они были в состоянии проникать в тайны человеческой природы, то они поняли бы, что одну из неизбежных принадлежностей этой природы составляет развитие и повышение уровня нравственных и материальных потребностей. Немыслимо, чтобы человек смотрел и не видел, слушал и не слышал, чтобы он жил, как растение, цветя и любидая, смотря по уходу, который ему дается, независимо от его деятельного участия в нем. Самая наглая очевидность требует, чтобы общественные вопросы всегда стояли на очереди, постоянно подвергались разработке. Нет нужды, что разработка это не обойдется без ошибок и заблуждений. При открытом обсуждении не только ошибки, но и самые нелепости легко устраняются при помощи полемики. Во всяком случае, такое обсуждение представляет гораздо менее риск, нежели тайны общества и подземная работа нарастающих общественных элементов, которые при отсутствии света и воздуха невольным образом обостряются и приобретают угрожающий характер. Затем, естественно, возникает вопрос, если уж нельзя не ощущать паники при одном слове «новшества», то какие из них заключают в себе наиболее сумму угроз политически или социально? На мой взгляд, первые. Прежде всего, они почти всегда настигают общество внезапно. Сверх того, сравнительно бедными результатами они непосредственно затрагивают личные интересы и уязвляют личное честолюбие. Повторяю, они перемещают центры власти в ущерб или к выгоде немногих заинтересованных личностей, но без существенной пользы для масс. Напротив того, социальные новшества ежели и не врекут за собой прямого освобождения масс от удручающих мелочей, то представляют собой непрерывную подготовку к такому освобождению. Подготовка, это без сомнения, получит вполне спокойное развитие, если при этом не будет встречаться внешних усложнений. А для этого нужно только терпение и свобода, свобода от предрассудков, ничего больше. Сами массы совсем не так терпеливы и не представляют чересчур несоразмерных требований, как об этом привыкли выпиять восторженные умы. Прислушайтесь к этим требованиям, и вы без труда убедитесь, что даже максимум их сравнительно не очень велик. И причина этой умеренности очень проста. Человеку масс неоткуда взять идеалов роскоши, пресыщения и даже просто довольства, он не знает их. Все его желания по части новшеств ограничиваются лишь тем, что составляют действительную неотложную нужду. парижский рабочий не мечтает ни о раках а-ля Бурделейзе, ни о житье в пространных палацах среди роскошной обстановки, но он, конечно, не откажется ни от чукроут, кислой капусты, ни от светлого и хорошо вентилированного помещения. Непритязательность этой претензии уже начинает уясняться для самих политиканов, и предусмотрительнейшие из них не отказываются от попыток в смысле их удовлетворения. Только попытки эти представляют собой каплю в море и поэтому достигаются лишь очень немногих частных результатов. Само собой, впрочем, разумеется, что я говорю здесь вообще отнюдь неприменительно к России. Последняя так еще молода и имеет так много задатков здорового развития, что относительно ее не может быть и речи о каких-либо новшествах. Итак, терпение, милостливые государи, терпение с небольшой прибавкой доброжелательства и решимости разрешать назревающие вопросы жизни ни одной постановкой обнадежного отказа дать делу законный ход, но и с участием свободного анализа.